На Восточном экономическом форуме Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией «Туризм РФ». Корпорация создана два года назад и совместно с регионами страны занимается созданием туристических кластеров и инфраструктуры для них. Репортаж наших корреспондентов. Соглашение о сотрудничестве Михаил Дегтярев подписал с генеральным директором «Туризм РФ» Сергеем Сухановым. Согласно документу, Госкорпорация примет участие в строительстве трех крупных проектов в регионе. Объединенной набережной в Хабаровске, спортивно-туристического комплекса «Хихцир» и рекреационно-морской территории в Ванинском районе. Общий объем инвестиций составит около 25 миллиардов рублей. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Также на острове Русском состоялось заседание Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин. Главной темой обсуждения стало развитие внутреннего туризма. Речь шла о поддержке туристической отрасли и привлечении путешественников в регионы Дальнего Востока. Владимир Путин подчеркнул, что отдых должен быть доступным для всех жителей страны. Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествия, для укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону. В Хабаровском крае проходит полная перезагрузка туристической отрасли. Она объявлена приоритетной в экономике региона. Планируется вложить большие средства в развитие туристической инфраструктуры и создать условия для инвесторов. В сентябре в Хабаровском крае пройдет Всероссийский туристический форум. Дискуссионные площадки предоставят экспертам со всей страны. Мы должны донести до туризма, что наш край – это уникальный регион. Про него можно знать или что-то слышать, но надо бы посетить. Решению этой задачи будет посвящен Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Сейчас туристов в регион привлекает в основном уникальная природа и возможность познакомиться с бытом и традициями коренных народов. Кстати, незадолго до открытия форума в Хабаровском крае появился туристический бренд «Кито-самолет». Краевые власти рассчитывают, что к 2030 году турпоток вырастет почти в три раза. Хабаровский край сможет принять 2 миллиона туристов в год. Дарья Небора, телеканал «Губерния». Дарья Небора, телеканал «Губерния»